Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка. Меня зовут Роман, и сегодня по вашим просьбам я буду лепить фигурки новых объектов SCP. Все видео с лепкой этих объектов находятся в отдельном плейлисте. Ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. А если вы знаете и другие интересные объекты, которые я еще не лепил, то пишите в комментариях. Многие меня просили слепить фигурку объекта SCP под номером 1471, мобильное приложение, а точнее то существо, которое появляется при использовании этого приложения. Внутреннюю часть фигурки буду лепить из скульптурного пластилина серого цвета, а каркас, как обычно, сделаю из алюминиевой проволоки. SCP-1471 представляет собой бесплатное приложение для мобильных устройств, распространяющееся через онлайн-магазины приложений. Разработчик SCP-1471 не указан. Объект неустановленным образом обходит процесс одобрения и становится доступным для скачивания. Установка SCP-1471 не создает каких-либо значков или ярлыков для запуска приложения. Затем приложение начинает передавать отдельные изображения в программу обмена текстовыми сообщениями раз в 3-6 часов. На всех этих изображениях присутствует SCP-1471-A на фоне или на переднем плане. SCP-1471-A выглядит как крупный черноволосый гуманоид, череп которого похож на череп собаки. В течение первых 24 часов после установки SCP-1471 на мобильные устройства приходит изображение, сделанное в местах, которые часто посещает владелец устройства. Через 48 часов начинает приходить изображение тех мест, где владелец устройства недавно был. Через 72 часа начинает приходить изображение самого владельца, сделанное в реальном времени. При этом SCP-1471-A на этих изображениях находится близко к владельцу устройства. Через несколько часов воздействия владелец устройства начинает обрывочно видеть SCP-1471-A периферийным зрением. Более продолжительное воздействие делает такие видения длительными и необратимыми. Субъекты, находившиеся на этой стадии, сообщали, что SCP-1471-A делает попытки установить зрительный контакт, но действия существа оставались им непонятными. Единственный известный метод нейтрализации воздействия этого приложения – перестать пользоваться мобильным устройством. На сегодняшний день не было замечено проявление агрессии со стороны SCP-1471-A. В общем, ребята, получается хоть объект и выглядит страшно, но на самом деле он довольно-таки безопасный. Самое сложное в лепке этой фигурки – это его череп. Его я леплю из скульптурного пластилина белого цвета. Кстати, ребята, недавно на нашем втором канале Бензи вышло новое видео. Если интересно, то можете посмотреть. Ссылочку я оставлю в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Череп готов. Для того, чтобы прилепить его на свое место, подрежем заднюю часть. Из пластилина серого и черного цветов я слепил уши и далее будем лепить волосы. Субтитры Алексею Дубровскому! Вот такой объект SCP-1471А у меня получился. Следующий объект SCP, который я сегодня слеплю, будет под номером 372. Еще его называют периферийный прыгун. Для лепки этого объекта мне понадобится пластилин зеленого цвета. Объект представляет собой существо неизвестного вида. Длина тела существа от головы до кончика хвоста примерно 2 метра. Тело удлиненное, тонкое, снабжено 8 конечностями. Все части тела существа аномально гибкие, а конечности покрыты множеством тонких волосков, с помощью которых оно может удержаться практически на любой поверхности и развивать большую скорость, благодаря которой его трудно заметить и рассмотреть. SCP-372 практически невозможно увидеть, так как он очень быстрый и появляется всего на долю секунды. Вот такая информация по этому объекту, только мне непонятно почему его называют прыгуном. Об этом почему-то ничего не сказано. У этой фигурки достаточно сложный каркас, но без каркаса фигурка вряд ли будет стоять, так как у нее слишком тонкие ноги. Ноги готовы, устанавливаю фигурку на подставку. Снизу проволоку загибаю, чтобы фигурка была устойчивой. И как обычно снизу прилеплю картон. Теперь будем лепить голову. Для лепки глаз мне понадобится пластилин красного и черного цветов. Из белого пластилина слепим зубы. Вот такая фигурка SCP-372 периферийный прыгун у меня получилась. Далее я слеплю объект SCP-864 таз-людоед. Для лепки таза мне понадобится красный и серый пластилин. SCP-864 представляет собой металлический умывальный таз 20 сантиметров в высоту и радиусом 10 сантиметров. Выкрашенный в красный цвет. Снизу черной краской написано. Сделано в Китае. И компания Черный дракон. Если в SCP-864 налить хотя бы 200 миллилитров воды, из него появится SCP-864-1, которые представляют собой разнообразные конечности. Эти конечности могут попытаться схватить любого человека, который находится в зоне досягаемости, из силы затащить внутрь таза. Но они не всегда ведут себя подобным образом. После проведения экспериментов выяснилось, что эти конечности в большинстве случаев не предпринимают попыток нападения на людей. Конечности, появляющиеся из таза, могут выглядеть как человеческие руки длиной 60 сантиметров, либо как конечности гуманоидного существа. Также иногда они были в форме черных щупалец, головоногого моллюска или темно-зеленых клешней. Однажды из таза появились 6 сегментированных механических рук, приблизительно 1 метр в длину. Схватили сотрудника класса D и охранника, который пытался освободить испытуемого. Затем сложились внутрь SCP-864. Три красных щупальца головоногого моллюска длиной 3 метра пытались схватить сотрудника класса D, но охранник отрезал одну из щупалец ножом. Два других щупальца скрылись, отрезанные щупальца аномальных свойств не проявляло. Тестирование показало, что при появлении SCP-864-1 внутри таза открывается проход в экстрамерное пространство, представляющее собой коридор длиной в 2 километра, оканчивающийся стальным люком с надписью «Компания Черный Дракон». С помощью дистанционно управляемых роботов, посланных внутрь SCP-864, удалось выяснить, что данное экстрамерное пространство целиком заполнено экземплярами SCP-864-1, держащими различные предметы одежды. После исследования стало известно, что приблизительно 11% данных предметов представляют собой одежду, которую носят на земле. В общем, ребята, как вы понимаете, таз на самом деле никого не ест, и почему его назвали людоедом, тоже непонятно. Для того, чтобы было интереснее, я решил слепить одновременно все конечности, которые из него появляются. Для лепки механических рук я использовал серый скульптурный пластилин и алюминиевую проволоку. Итак, ребята, вот такой объект SCP-864 у меня получился. Спасибо вам за лайки и комментарии, которые вы оставляете под нашими видео. Также приглашаем вас вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на Инстаграм. Все ссылочки есть в описании. Далее, как обычно, будут приветы от нашего котика Вилли и фото лучших поделок из пластилина из нашей группы ВКонтакте. Ребята, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Привет от меня сегодня получают Кристина, Влоги Млоги и Димон Игроман. Ребята, передаю вам огромный привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...